Эл Паис, Испания, на саммите Брикс Болсонару высоко оценил двусторонние отношения с Китаем. Наяра Галарага Гартасар, Игнасио Фариса. Эл Паис, Испания. 15 ноября 2019 года. В Бразилии проходит первый крупный международный саммит эпохи Болсонару. Президент Бразилии, который известен своими постоянными антикоммунистическими речами. Сейчас, когда у него в гостях находится президент КНР Си Цзиньпин, сменил их на заверение расширить и диверсифицировать двусторонние отношения с Пекином. Кроме того, на саммите Брикс, организация по первым буквам названий крупнейших развивающихся рынков Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, собрались президент России Владимир Путин, президент Индии Нарен Драмади и президент ЮАР Сирил Ромафаса. Визит Болсонару на Тайвань во время прошлой избирательной кампании и его обвинения в том, что Китай покупает Бразилию, которые когда-то так разозлили Пекин, уже давно забылись. Несмотря на то, что члены Брикс собираются в Бразилию, чтобы обсудить, прежде всего, экономические вопросы, они не могут не затронуть кризис в Боливии и Венесуэле. Пока ультраправый Болсонару встречал Си Цзиньпина, рано утром в среду посольство Венесуэла в Бразилию, которое до этого находилось под контролем верных Николаса Мадуро людей, было захвачено представителями Хуана Гуайда. Это еще одно напоминание о том, что поддержка той или иной стороны конфликта угрожает добрым отношениям между членами Брикс, ведь Болсонару поддерживает Хуана Гуайда и переворот в Боливии, а Россия и Китай являются сторонниками Николаса Мадуро и Эва Моралеса. Бразильское правительство поспешило признать оппозиционного сенатора Жанин Анье с исполняющим обязанности президента вместо Эва Моралеса. В такой обстановке начался саммит Брикс. Первым делом на нем было установлено, что отношения Бразилии и Китая выходят на новый этап. Обе стороны осознают, что нуждаются друг в друге, потому что, как объясняет аналитик Оливер Стюнкель, Оливер Стуинкель, из фонда Жетту Лиу Варгаса, Китай не является самодостаточным с точки зрения продовольственного и энергетического обеспечения и продолжает зависеть от царя Бразилии и в целом Латинской Америки. Оливер Стюнкель добавляет, что для Китая, который смотрит далеко в будущее, позиция Болсонару не так существенна. Во всяком случае, Болсонару заявил Си Цзиньпину, что к Китаю нужно относиться с любовью, уважением и вниманием, потому что иначе в выигрыше не окажется никто. Си Цзиньпин, со своей стороны, тоже выступает за отношения, основанные на взаимном уважении. С Бразилии должно начаться сотрудничество Пекина с Латинской Америкой, которая вместе с Китаем образует пару крупнейших развивающихся рынков в мире. Ранее Болсонару поблагодарил Си Цзиньпина за то, что в споре о пожарах в Амазонии в августе этого года он отстаивал право Бразилии распоряжаться своими тропическими лесами. Примирение сторон началось после визита Болсонару в Пекин. Цели данного саммита были вполне скромными, и, в отличие от предыдущих лет, за ним не последует съезда глав латиноамериканских правительств. По словам Оливера Стюнкеля, главная причина разногласий – Венесуэла. Болсонару хотел пригласить Хуана Гуайда, но другие – члены БРИКС. Предложили ему пригласить любых президентов латиноамериканских стран, кроме представителей Венесуэлы. Бразилия отказалась, говорит он. Это, наряду с приостановкой форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, АТЭС, из-за протестов в Чили, лишило смысла поездку в Латинскую Америку президентов Китая, Индии, России и ЮАР. БРИКС – это группа стран с разной скоростью развития пути геополитического и экономического развития, зачастую тесно переплетены между собой, но иногда, только иногда, они расходятся. Недавний экономический рост членов БРИКС – это хрестоматийный пример исключения, которое подтверждает правила. В начале века страны БРИКС пережили золотое десятилетие процветания, когда они потеснили Запад в промышленном секторе и мировой экономике. Переломным моментом стал 2007 год, когда на долю развивающихся стран пришлось 50% мирового ВВП и они сравнялись с развитыми странами. Однако на данный момент им далеко до перехода в категорию развитых стран. Одно из крупнейших рейтинговых агентств, стандарт AmpersandPars, даже ставит под сомнение актуальность самого акронима БРИКС, впервые предложенного на заре 2000-х годов аналитиком Джимом Анилом, и им Анил, бывшим президентом Goldman Sachs, Goldman Sachs. В долгосрочной перспективе пути пяти членов БРИКС расходятся, и это ослабляет их силу как единой экономической группы, подчеркнули специалисты из агентства Standard Ampersand Powers. Два года назад членам БРИКС, главного мирового союза развивающихся стран, удалось избежать нависшей над ними угрозы, когда повсеместное повышение ключевых ставок в богатых странах могло ударить по их вечно неустойчивым валютам и увеличить их долг в долларах. Однако затем протекционистские порывы Дональда Трампа, приведшие американскую экономику к глубочайшей за последние 27 лет рецессии, так в тексте, на самом деле экономическая статистика США в трамповские годы постоянно улучшалась. Примечания редакторов, особенно дорого обошлись Китаю. Индия, со своей стороны, которая всегда считалась одной из самых перспективных с точки зрения экономического развития стран, едва сумела остаться на плаву. Однако и Китай, и Индия, хотя и медленно, но развиваются на зависть остальным. Несмотря на постепенное замедление темпов роста, прирост ВВП обеих стран к концу 2019 года составит около 6%. В России, Бразилии и УАР, которые лишь частично сумели воспользоваться сырьевым бумом, дела обстоят иначе. Они пережили и суровые спадпроизводства, и политическую нестабильность. В этом отношении Москва была исключением, и только сейчас они пытаются снова двигаться в гору, хотя и гораздо медленнее, чем планировалось изначально. Нефть по цене около 60 долларов за баррель – плохая новость для России, одного из крупнейших производителей нефти в мире. На прошлой неделе Бразилия провела провальный аукцион по продаже нефтяных месторождений, который должен был вознести страну на нефтяной Олимп. На деле аукционом заинтересовалась только государственная компания «Петробрас», «Петролиабрас» и «Лиэроса», «Петробрас», и пара китайских фирм. Теперь Бразилия наблюдает за тем, как обещание Болсонару о быстром экономическом росте страны становятся все более призрачными к концу его первого года пребывания в должности. Как недавно отмечало агентство Bloomberg, Бламберг, возможно, Джим Анила ошибся, и вместо Бразилии ЮАР в группу скорее надо было включить Индонезию и Вьетнам, которые по своему экономическому росту являются прекрасными кандидатами в БРИКС. Если же смотреть объективно, то все не так плохо. Несмотря на все трудности, 10 лет спустя после большого экономического рывка на долю входящих в БРИКС стран приходится около третьей мирового ВВП. Это стало возможным из-за снижения темпов роста более развитых экономик, за несколькими достойными исключениями, США, Австралии, Восточной Европы и, в последние годы, Испании. А также из-за того, что, несмотря на экономический застой неазиатских членов блока, БРИКС продолжает влиять на мировую политику и распространять свою концепцию, которая, тем не менее, стремительно устаревает. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...